Путин уже договорился с лидерами западного мира, прежде всего Трампом и Макроном относительно Украины. Поддержка Зеленского упала от 75% до 50%. Так что у Путина длинные руки, длинные руки. Президент Зеленский визитировал в Эстонии. Конечно, Эстония серьезно поддерживает Украину многие годы во время военной кампании России против Украины. Фактически не многие страны так реально поддерживают Украину, как Эстония. Думаю, что падение премьер-министра Тави Рейваса в 2016 году с поста премьер-министра Эстонии было именно связано с тем, что Путину не понравилось, что Рейвас слишком активно участвует в поддержке Киева. Ходит там в демонстрациях с Порошенко в Киеве под ручкой. Был такой эпизод, была встреча, саммит верхушкой Европейского Союза и Путина. Участвовало там в совещании и Рейвас. И фактически в ходе этого обненомения Путин угрожал этому Рейвасу, и это даже попало в газеты. Ну вот, видите, угроза угрозами, а через пару лет этот человек уже не премьер-министр. Так что у Путина длинные руки, длинные руки, конечно же. Но, конечно, поддержка Эстонии, Украины продолжается. И абсолютно не случайно, что Брюссель назначил новым послом Европейского Союза в Киеве эстонца. Математик, известный эстонский дипломат, посол, который работал и в Брюсселе, всех этих важных дипломатических заведениях Европейского Союза. И теперь он назначен послом Киев. О чем это говорит? Ничем хорошим для Украины. Конечно, Математик – опытный дипломат, уважаемый человек. Конечно, он попытается все делать, чтобы помогать Украине. Но если вы понимаете, что раньше там заведовал представительством Европейского Союза в Киеве француз, то вы понимаете, что фактически, конечно же, представитель великой страны был заменен представителем маленькой страны Европейского Союза. И это, конечно, не случайность. Просто это говорит о том, что какие-то великие страны Европейского Союза как бы уже не очень интересуются проблемами Украины. Конечно, огромную роль в этих всех вещах играет французский президент Макрон. Кроме, конечно, президента Соединенных Штатах Америки и Трампа. Но в Европейском Союзе вот главный запевал о внешнеполитических вопросах. Теперь даже не Германия, у которой, казалось бы, огромные интересы в Украине, а именно Макрон. Именно Макрон самым неожиданным образом заявил, что закрывает дверь вступления Европейского Союза многим балканским странам. Но вы должны понять, если закрыта дверь вступления Европейского Союза полканским странам, ну что мы тогда говорим о Украине? Что мы тогда говорим о Совкавказье? Конечно же, фактически Макрон закрыл путь расширения Европейского Союза. И эти вещи не такие, что вот завтра, может быть, все меняется. Нет, это, конечно, долгосрочная игра Франции, это значит, что у них нет желания, чтобы Европейский Союз бы расширился дальше. Но читается наверняка, что надо как бы разобраться с проблемами внутри Европейского Союза в нынешнем составе. А потом будет видно, что будет дальше. Но это очень большое изменение политики, конечно. И это касается прежде всего Украины. Значит, шансы Украины как бы устраивать так, чтобы он был бы ближе к Западу, под очень большим вопросом. Мы знаем, что предательская позиция президента Трампа относительно Украины, она становится ясным. Каждые все новые и новые детали этого становятся ясными почти каждый день. Вы слышите о том, что говорят во время процесса импичмента Трампа, какие слова используются, описывая Украину, какое отношение Украины. Но тогда вы понимаете, что, конечно, от Трампа надеяться на какую-то поддержку Украины не приходится. Но еще раз подчеркну, это не только теперь позиция Трампа, но и позиция Франции, позиция Макрона, что, в общем-то, они не заинтересованы продолжать поддержать Украину в таком объеме, как это было раньше. Конечно, это очень сложная ситуация для Украины. Очень сложная ситуация. И возникает вопрос, как Украина реагирует на это событие, адекватна ли эта реакция или нет. Не надо никак уменьшивать сложность Украины этой ситуации. Конечно, надо выпадать какой-то стратегический курс, как действовать в такой обстановке. У Коломойского явный такой ясный сценарий, что надо приблизиться к России, надо с этим еще давить на Запад, что вот мы будем тогда возвращаться в объятия России, ну и вытаргивать какие-то себе, какие-то там преимущества с этим. И со стороны России, а может быть, удастся и запугать Запад. Конечно, это детский лепет. Ничего такого, конечно, не будет и не может быть, потому что на самом деле Путин уже договорился с лидерами западного мира, прежде всего Трампом и Макроном относительно Украины. И всем понятно, что в ходе этого сговора, конечно, Запад уменьшит свою активность в Украине очень серьезно. Ну и, конечно, имеется в виду, что Путин там что-то уступает в Украине. Вы видели выступление Владимира Путина, отвечая на вопрос какого-то человека, он там ему и сказал, что вы все время мне говорите об Украине. Уже хватит этого Украины, уже хватит. Ну, вы помните, это не первый такой случай, когда был уже пик этого военного конфликта Украины и России, используя какого-то ребенка, который спрашивал у Путина, а как там ахлы? На это Путин, не промокнув глазом, объявил, что наверняка живут хорошо. И это во время, конечно, когда погибали тысячи людей в Донбассе. Но теперь вот так Путин сообщает российской публике, что, в общем-то, все, надо истерию вокруг Украины закрыть, это уже не нужно, что идут какие-то конструктивные переговоры, где вот Путин уже без этой истерии может решать какие-то свои стратегические цели, так сказать, получить то, что он хочет получить. Но у Путина, конечно же, все одно и то же. Он хочет капитуляции Украины, он не хочет ничего отдать. И поэтому, конечно же, здесь Украина тысячу раз надо подумать прежде, чем идти на уступки Путину. Вы делаете это уступки, но это такая вещь, что потом уже возвращаться нельзя. Вы уже тогда отдаете что-то. Но вопрос, получаете ли вы что-то реальное за это, чтобы что-то уступить Путину. Это очень большой, конечно, вопрос. Разговоры Коломойского, что можно получить от России 100 миллиардов? Ну откуда? У России ничего нет уже. Все, уже разорилась страна. Какие 100 миллиардов? Нет, это выглядит все равно таким образом, что Украина что-то уступает, а Россия ничего не уступает. Вот как это выглядит. И здесь, конечно, вопрос не только о том, что вот есть западное давление, надо уступить. Нет, не надо уступить. Без четкой стратегии защиты национальных интересов Украины у вас ничего не получится. Продолжается развал Украины. И, конечно же, это и есть цель, чтобы Украина ослабевала бы по всем параметрам, и чтобы вызвать еще и недовольство населения. Поддержка Зеленского упала от 75% до 50%. 25% поддержки, или даже треть его поддержки, которая была, исчезла. За очень, как бы, короткое время. Почему? Ну, конечно же, вопрос в том, что политика, которую проводит президент Зеленский, абсолютно не воспринимается публикой. Нам объясняют, что да, вот люди хотят мира и так далее. Но люди хотят мира, конечно же, имея в виду самоуважение Украины, а не капитуляцию. Вот что они хотят. Пока то, что предлагает Зеленский, так это не выглядит. Никак это не выглядит так. И поэтому, если здесь не будет какие-то коррекции, тогда можно говорить о том, что, на самом деле, доверия Зеленского будет еще меньше в ближайшем будущем. Так что, ничего хорошего пока на украинском фронте нет. Будем ждать встречу в нормандском формате, но думаю, что все-таки ситуация в Украине будет только ухудшаться. И пока не видно, чтобы политики Украины могли бы давить на Зеленского таким образом, чтобы он стабилизировал свою политику, и чтобы эта политика читалась бы больше с национальными интересами Украины.